Раша пресса, плохо скрывая растерянность, описывает результаты экскурсии премьер-министра МОДИ в Москву. Накануне визита российская пропаганда напрягала все силы, чтобы преподать это как знаковое событие и прорыв международной изоляции. Совсем недавно кремлевскую бухгалтерию посетил Орбан, но его уже давно воспринимают как аналог карманной путинской псины, поэтому ЕС и НАТО официально открестились от Виктора, заявив, что он бегает по собственной инициативе и ничего, кроме Венгрии, не представлял и не представляет. Никто ему не давал никаких полномочий на проведение любых переговоров. После того, как Орбан съездил с докладом к Си Цзиньпину, ему присвоен статус «Слуга двух господ». Вот такой гальдони получается. Визит Путина в Пекин никто так и не обозвал прорывом или свершением. Доставив в Пекин беспрецедентное количество политических челноков со всей верхушкой московских людоедов, обратно Путин привез договоры по хрящам и топинамбурам, а всем рассказал о том, что получил от Си наивысший знак расположения – второй кусочек утки по-пекински. За пару дней до прибытия Великого Раджи, Раша СМИ рассказывали о том, что премьер Индии, страны с самым большим населением на планете, назвал Пуйло другом и едет подписывать союзнический договор. Тем более визит предполагался на целых двое суток. Такой формат рассчитан на то, что за ужином состоится неформальное общение, где можно спокойно, без протокола перетереть ряд вопросов. Никто изо всей пропагандистской шоблы не обратил внимания на то, что царь, когда хотел показать свое величие, принимал в Сочинской резиденции. Туда летал профессор Витя, там возлегала Анжелочка Меркель, а теперь Пуйло всех принимает в Москве, даже партнеров из Талибана. На вся это мелочи важен факт того, что глава правительства огромной страны, крупнейшего покупателя российской нефти, сам прилетел в Москву. Никому в голову не пришло, что у Индии обязательства перед МУС. И еще неизвестно, где оказался бы Путин на обратном пути из Дели. Возможно, в Гааге. На все это мелочи. Главное – пафосная подача и демонстрация прорыва в международных отношениях. Первый день пребывания премьера пришелся на тот момент, когда Путин отдал приказ бомбить больницы и дома в Украине. И вот раша пресса сменила тональность, фанфары рассосались, и там пишут такое. Визит в Москву премьера Индии Нарендры Моди, который состоялся впервые с начала войны в Украине и был призван показать миру провал изоляции России, пошел не по плану. Во вторник Моди и Путин неожиданно отменили переговоры в расширенном составе, которые должны были пройти после неформальной встречи ТЭТ-АТЭТ в понедельник и официальных переговоров в узком составе на следующий день. Переговоры, в которых, по данным пресс-службы Кремля, должны участвовать большие делегации и выступать с докладом, руководители профильных ведомств решено не проводить. Заметим, как и в Пекине, Путин поставил на низкий старт всю верхушку, которая должна была в расширенном составе провести переговоры с индийскими коллегами. И планировалось подписание каких-то договоров, потому что ничем другим расширенный состав оправдать невозможно. Но, как и в китайском турне, вся толпа чиновников высшего ранга осталась без подписанных бумажек. Не по плану покатилась не только программа визита. Ведущие органы пропаганды, скорее всего, получили расклад по второму дню пребывания и уже подготовили статьи о достижениях, свершениях, увеличении и углублении. А на такие изменения в расписании методичек не подготовлено. И в эфир полезли несогласованные экспромтики. На второй день визита Моди заявил Путину, что испытал боль и ужас от удара по крупнейшей детской больнице Киева, который состоялся накануне и унес жизни 40 человек. Мирные решения и переговоры не могут работать среди бомб, пушек и снарядов, заявил Моди, добавив, что призывает достичь мира в Украине при помощи диалога. Это перефразированные слова Моди. И, скорее всего, он сказал что-то типа «Ты чё, козёл, решил меня подставить? Или чё?» Устроить кровавую бойню, от которой содрогнулся весь мир во время визита, это даже не плевок в сторону премьера, а признак полной неадекватности. Путин решил замазать кровью ещё и Моди, что тот, конечно, понял. Такой кровавой подляной террорист и военный преступник выставил идиотам свою мапсину Орбана, подложил свиноутку по-пекински «си», ну а Моди просто макнул портретом в лайно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!